Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Несколько последних недель приёмная категория моих зрителей, которые привыкли к тому, что я периодически снимаю какие-то видео, связанные с политикой, с важной критической социальной информацией. И тут вот я пропустил как бы такое эпохальное событие, видеоролик, который выложил Алексей Навальный, он вам больше не Димон, и я как-то вот не прокомментировал его, что-то со мной такое произошло. Неужели я пропустил это событие? Долго крепился, крепил, скрепился, и наконец после очередного расспроса очередного моего зрителя, решил, что надо как-то тоже принять участие в комментировании вот этого видеоролика и высказать свою точку зрения. На самом деле вот это видео на меня произвело достаточно странное впечатление. У меня возникло ощущение, что Алексей Навальный решил немножко переквалифицироваться из политика в YouTube-блогеры и немного заработать на просмотрах. Потому что другого объяснения нахрена было выкладывать это видео в интернет у меня нету. Почему? Потому что мне немножко напоминает все-таки цирк Шапито и такой фарс. Давайте просто разберем вот эту всю ситуацию, и если вы люди вменяемые, можете критически рассматривать реальность, вы мои доводы наверное услышите. Начнем с того, что то, что озвучено в этом видео про Медведева, ни для кого из людей, проживающих в Российской Федерации, кто вменяемый человек, не явилось каким-то откровением. Все отлично представляют, что из себя представляет вот этот Медведев, что вообще представляет из себя окружение Путина, сам Путина и вся эта тусовка, которая находится наверху. То есть вор на воре и пробу не на ком ставить вообще. То есть от того, что было озвучено какое количество гектар у дачи Медведева на Рублево-Успецком шоссе, никому от этого не стало ни холодно и не жарко. Абсолютно. Если вы знаете, что там не 14 гектар, а целых 25 гектар, тоже это особой роли не играет вообще никак. Или если у человека не одна яхта, а их целых 5, это тоже никакой существенной разницы на лично ваше благосостояние тоже никак не повлияло. Но, тем не менее, весь этот видеоролик посвящен как раз смакованию вот этих вот самых подробностей. Если вы посмотрите внимательно это видео, вы, наверное, обратили внимание, что основная съемка ведется с квадрокоптером. То есть вот такое радиоуправляемое устройство с видеокамерой, которое свободно летает где-то. А теперь задайтесь вопросом. Я, конечно, понимаю, что люди, которые живут за пределами МКАДа и никогда не были на Рублево-Успецком шоссе и не знают, как там происходит движение транспортного средства, как там происходит проверка автомобилей, которые случайно сломались или остановились на обочине. Они просто, видимо, не в курсе всей этой ситуации. И вот если, к примеру, какой-то Вася Пупкин приедет на Рублево-Успецкое шоссе, не дай бог там к дому олигарха Сидорова, вот просто какой-нибудь олигарх Сидоров, и вылезет там со своим квадрокоптером и пытается этот квадрокоптер запустить на дом олигарха Сидорова, что я, даже не будучи Вангой, могу сказать чётко, что с этим блогером Васей будет сделано. А тут поместье господина Медведева. И этот квадрокоптер летает, как, не знаю, как птеродактиль. И все закрыли глаза на этот квадрокоптер, никто его никаким образом не снял. Но, опять же, то есть, кстати говоря, очень интересная там с радиосвязью на Рублево-Успецком шоссе, в некоторых зонах пропадает вообще вся радиосвязь. То есть вы едете, вдруг вас бац, и на сотом телефоне вы вне зоны действия оказались. То есть, чтобы вы понимали, что как там всё непросто. А тут этот квадрокоптер летает спокойно над вот этим поместьем, во всех ракурсах снимает, и, значит, потом всё это выкладывается. То есть, очень странно всё это выглядит. То есть, попробуй бы кто-нибудь из простых смертных вот так приехать и поснимать бы вот эту дачку, чем бы всё это закончилось. Вот мне просто так, чисто ради прикола, интересно было посмотреть на это. Почему это видео вдруг неожиданно вот так было выложено, популяризируется именно сейчас в этот момент? Нет ли в этом какого-то тайного умысла? Может быть, просто нужно, с одной стороны, население отлечь от каких-то событий, которые в этот момент произошли? Ну, кроме вот смерти Чурова, у меня на ум ничего не приходит из таких вот вещей. Может быть, кто-то из моих зрителей более внимательно отслеживает ситуацию в Российской Федерации и в мире. Зачем нужно было граждан одной шестой части суши переключить внимание вдруг на этого Медведева? Почему вы так интенсивно решили сейчас сливать? Я, конечно, понимаю, что ещё в том году была принята генеральная такая линия, что Владимир Владимирович Путин, он как бы не причастен ни к каким безобразиям и, скажем так, бездарности управления страною. Сейчас всё это пытаются перевести на дежурных мальчиков для битья, которые виноваты в том, что страна скатилась вообще уже в такой конкретный кризис. То есть, ну да, вполне вероятно, что это заказ был сверху, найти очередного мальчика для битья. Я, правда, очень сомневаюсь, что Медведева после этого видео, после растиражированного, хотя бы даже пальчиком погрозят ему. Очень я в этом сомневаюсь, потому что достаточно вспомнить ситуации с более серьёзными нарушениями, которые были в последние годы. Достаточно вспомнить вот Сердюкова со всей тусовкой, достаточно вспомнить людей, которые там Сколково бюджет пилили, достаточно Улюкаева вспомнить. В общем, короче, очень всё интересно. То есть, никого из этих персонажей не постигла никакая кара. На какое-то время их просто, эти фигуры сняли с доски, положили в коробочку, потом стряхнули пыль и, наверное, поставили уже в другую игру. Вот, то есть, как-то так. Поэтому, вполне вероятно, что просто вся эта шумиха с Медведев, она нужна сейчас, чтобы просто найти очередного мальчика для битья и, соответственно, на него каким-то образом промахи в управлении страной списать. Ну и, соответственно, найти главного коррупционера там публично. Пока я не увидел реакцию Кремля на это видео, официальную реакцию. Реакции, как таковой, вообще нету. То есть, есть видео, нету видео, всем по барабану. Сам Навальный у меня никакого энтузиазма не вызывает. То есть, это человек из такой карманной оппозиции, который только и делает, что вещает, что-то такое правильное находит, какие-то там новые доказательства коррупции, новые доказательства, там, не знаю, каких-то нарушений. Но, кроме вот сотрясания воздуха, дальше этого ничего не происходит. Вот, то есть. Ну и каким-то образом чудесным власть терпит все его выходки. То есть, вот эти вот публичные разоблачения и так далее. То есть, хотя, если почитать новости, людей в России убирают за решетку, за гораздо меньшее воздуха сотрясательства. То есть, если люди что-то по конкретике где-то переходят дорогу властям, с людьми достаточно жестко расправляются. А тут человек вовсю сотрясает воздух и все в порядке, власти как бы закрыли глаза. То есть, все как бы идет в правилах командной игры. То есть, поэтому эта фигура у меня вызывает, мягко говоря, недоумение. Ну и, соответственно, я думаю, что почитаю ваши комментарии, что вы сами по этому поводу думаете. Потому что, я еще раз говорю, что с моей точки зрения, это какая-то задуманная клоунада. Большая часть предназначена, во-первых, чтобы народ немножко про Навального вспомнил. Так сказать, что есть такой-то позиционер, который правду матку режет. И, соответственно, с другой стороны, как бы немножко людей чем-то развлечь в Российской Федерации. Отвлечь внимание от каких-то более важных вопросов, которые мы, может быть, упустили из виду. Это сугубо моя персональная точка зрения. Вы с ней можете согласиться, вы с ней можете не согласиться. Я могу сказать, что то, что я сейчас вижу, никакой реальной оппозиции в Российской Федерации нет. Власти стараются держать баланс. Любая движуха с предстоящей революцией, о которой вещает господин Мальцев, это тоже сотрясание воздуха. Вообще, в принципе, на эту тему нужно отдельное видео снять по поводу различного рода брожения ума, революционных настроений и всего прочего. Я, как бы, тоже на этот счет имею свою сугубо персональную точку зрения, потому что считаю, что людям здравомыслящим не стоит на такого рода провокации вестись. А, в первую очередь, нужно думать сейчас о текущем положении сугубо их персональных дел и решением вопроса, что им делать в ситуации, когда кризис усилится и возникнет ситуация их персонального краха, финансового или социального. Вот на чем надо концентрироваться, а не на глобальных каких-то революционных ситуациях. То есть, я, опять же, озвучил свою точку персонального зрения. Хочу почитать ваши комментарии. И, соответственно, думаю, что на недельке я еще сниму видео, посвященное вот этим вот воззваниям Мальцева по поводу революции. То, что там на ноябрь месяц запланировано. Насколько вообще под собой это имеет какую-то почву. Хорошего всем дня и надеюсь, что никаких потрясений не будет. Потому что все эти потрясения, они очень пагубно влияют на стоимость недвижимости и ваше личное и персональное благосостояние. Лучше за всеми этими перетурбациями наблюдать, когда они происходят подальше от вас, через экран телевизора, на мягком диване, имея счет в банке и запасясь попкорном. Это самая лучшая революция, которая может быть, когда вы ее смотрите по телевизору. Хорошего всем дня! Субтитры сделал DimaTorzok